Приветствую вас, и для начала мне хотелось бы вам сказать так, что поскольку мужчина ведет себя достаточно честно по отношению к вам, достаточно открыто, откровенно, то и вам следует вести себя так же. Он говорит о своих чувствах, говорит, что вы делаете с ним что-то, и вы скажете ему, что тоже у вас есть к нему старт. Будьте честны с ним, выразите свои эмоции так же, как он, но скажите, что не хотите разрушаться с ним, то есть по факту, вот как вы написали нам, так скажите им, и скажите им, что в принципе готовлю на отношения, но любовницей вы не будете, и это ваше право, ваше право не быть на втором месте. Ну а дальше вам не следует брать на себя слишком много ответственности. И вот почему. Начнем с того, что если мужчина обратил на вас внимание, значит с женой у него не все в порядке. Я думаю это понятно и иногда это пояснение. Объективно счастливый женатый мужчина, ну не будет обращать внимание на другую женщину, ну не будет, никак как-нибудь. А у него не все в порядке с ней видимо, и именно поэтому он вами увлекся. И вот для того, чтобы понять, ага, собственно говоря, что же чувствует мужчина, что это увлечение или действительно что-то серьезное, дайте ему возможность это проявить. Как? Очень легко. Скажите ему откровенно, что да, он чувство у вас есть, но вы не хотите быть с ним в качестве любовницы. И если он хочет быть с вами, пусть разводится с женой. И все. И если человек просто хочет с вами провести время, просто хочет воспользоваться вами, то безусловно это его остановит. это остановит его очень сильно, потому что разводы довольно серьезные дела. И ни каждый мужчина на него согласится. Ни каждый мужчина рискнет. Рискнет на такой поступок. И это означает, что вы поставите его перед выпуском. Не вы, а он будет принимать решение за эту ситуацию. И это будет правильно, потому что он эту ситуацию заварил. И тогда по его поведению вы увидите, как он к вам относится. Если он не будет ничего менять в своей жизни, но будет по-преднему доставать вас, это означает, что он хочет просто вами воспользоваться. Соответственно, всерьез. Такого мужчину воспринимать нельзя. И думаю, что вы должны здесь понимать, что только безразличием лишь можно показать мужчине, что нет. Если вы что-то сказали, вас не переубедить. Вы не сломаетесь. Если же вы увидите, что мужчина настроен серьезно и не готов развестись женой, то особо важно подчеркнуть, что это не ваша проблема. Это не ваша ответственность. И не ваша беда. Если мужчина готов ради вас развестись, то он бы развелся так или иначе. И это означает, что семьи как таковой уже нет. И дети в такой семье лишь только страдают. Вы поверьте. Дети в такой семье, где мужчина не любит женщину, только страдают. И когда он разведется, он сделает одолжение и себе, и жене, и детям. Потому что жена сможет жить дальше. На что ей жить будет. Дети перестанут находиться в напряженной атмосфере, в напряженной обстановке. А вы с ним будете счастливы. И это будет поступок мужчины, достоинств того, чтобы показать вам, что его чувства серьезны к вам. А не просто увлечения. Именно так вам нужно поступить. С одной стороны, переложить ответственность на мужчину. С другой, быть им честным и сказать ему все как есть. Потому что без этого не получится нормально разговаривать. Если человек выбрал язык прямоты, то и вам нужно отвечать ему тем же, чтобы он понял. И не брать на себя слишком много ответственности за то, что в принципе от вас не зависит. И тогда эта ситуация разрешится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Тор合 Obrigado. Moi мне обратно к этому неrafят. Мне присоединиться на местоší с lutrimой. Я повторюсь, что следите, чтобы она не влечить ее. и первому ш一 óв.